Друзья, вы смотрите и слушаете Рашкин репорта, микрофона Юрия Рашкина. Жмите лайки, подписывайтесь на канал. Мы продолжим разговор с главным редактором канала Ньюс Эйдер. Подписывайтесь на канал Ньюс Эйдер обязательно, если вы этого еще, не дай бог, не сделали. И Александр Кушнарь у нас сегодня в гостях. Саша, такой вопрос. Вот смотри, Казахстан, что там происходит, с одной стороны, абсолютно непонятно. Мы не будем загадывать, предсказывать и делать такие вещи, которые не нужно делать, когда недостаточно, знаешь. Но мне интересно, потому что я уверен, что в Кремле смотрят на то, что сейчас происходит в Казахстане, и срочно пытаются делать выводы, что разумно, что нужно делать. И вот мы с тобой, наши зрители, люди, которые интересуются тем, что происходит вокруг них, и пытаются, так сказать, использовать свое критическое мышление, чтобы разобраться, собирают информацию, мы тоже хотим делать какие-то выводы, нам нужно это делать. И я пытаюсь понять, какие выводы можно тут делать. Например, идея транзита в отношении с Россией. То, что мы видим с Такаевым, то, что в результате бунта он попытался сместить окончательно Назарбаева, вроде бы, мы тоже до конца этого не знаем, но вот пошла какая-то движуха в такую сторону. В России мы знаем, что когда был президентом куклы Медведев, то страна вроде четыре года продержалась, все было хорошо, не было бунта. О чем, вот какие тут можно, так сказать, сравнить тут. Или, например, насколько вот раскол страны, как это может сказаться. Потому что сейчас, когда происходят проблемы в любой другой стране вокруг России, да и в Москве, так сказать, самой Московии, можно туда наслать, видимо, войск из разных стран, из разных частей Российской Федерации, которые будут на этих московитов смотреть как на пришельцев и дубасить их с удовольствием. А если происходит восстание в Бурятии, если вот там, откуда эти солдаты, вот это потенциальное кремлевское пушечное мясо, если там начнутся восстания, как это произойдет, если это пойдет по всей стране? Это еще один вопрос по сравнению с Казахстаном, где просто вся страна всколыхнулась. Или другой, например, момент. Там сейчас вроде бы нашли ответственного главного чекиста, как его называют, Женни Бычков. Ну, насколько я понимаю, в России это было бы, наверное, кто? Патрушев. То есть, если происходит бунт, тогда Патрушева берут под жабру и говорят, ты во всем виноват. Как вот тут такие интересные динамики того, что происходит в других странах. И вообще, ОДКБ, это такое странное зачистство, потому что ведь у Армении только что была война, если не ошибаюсь. Господа, дамы с Азербайджаном. А там пришло ОДКБ, им кто-то помог? Нет. Ну, просто такой интересный эпизод. Ну, хорошо. Саша, твои мысли. Ну, так понятно же, что ОДКБ – это организация далеко не для того, чтобы защищать эти страны от внешней агрессии. Это с самого начала было понятно. Единственное, что было непонятно, это все-таки декоративная структура или нет. На самом деле, она, конечно, декоративная-то и осталась, потому что, по большому счету, это не более чем способ легализовать реальную оккупацию российскими войсками соответствующей страны. Что такое ОДКБ? Это теперь мы знаем. Это способ легализации инструмента российской агрессии, задачи которой – подавлять восстание народа, в той или иной стране, которая входит в этот самый ОДКБ. И Маргарита Симонян уже намекнула, что, вообще-то говоря, все 14 стран должны задуматься о том, что, вообще-то говоря, ОДКБ и к ним может однажды прийти. Но это, конечно, опять же все дешевая бравада, потому что не придет ОДКБ, то есть российские войска, туда, где их не ждут и где их готовы убивать. И вот я говорю еще раз, вот Украина подает прямой премьеры того, как надо вообще относиться ко всем этим требованиям и желаниям Путина, ко всем этим ОДКБ. Украина в принципе в одном месте. Украина или Азербайджан? Вот, да. Я Украину привожу почему? У тебя было очень интересное интервью про Азербайджан с Раймсом Юнсом, и вот он как раз, мне кажется, рассматривает Азербайджан как пример всем остальным странам, что нужно делать с российской агрессией. Я объясню насчет Азербайджана. Азербайджан – это диктатура, это нужно понимать. И поэтому в пример ставить Азербайджан нужно крайне-крайне осторожно, только лишь с технической стороны. Да, у Азербайджана есть определенная, так сказать, независимость, частично гарантированная Турцией, возможно. Ну, мы же прекрасно понимаем, что Алиев договорился с Путиным. Но о чем речь? Они договорились вместе, что Азербайджан давит Армению, и в результате происходит усиление в целом диктатуры в Азербайджане, потому что теперь Алиев – это вообще на десятилетие. Мы же понимаем, что внутренняя азербайджанская позиция демократическая. Может теперь вообще забыть про демократический Азербайджан. Соответственно, в Армении тоже могут надолго забывать про свою демократическую суверенность. И вот доказательством этого является то, что Пашиняну было делегировано, даже не право, а обязанность объявить о вводе войск АДКБ. Все уже ценили это как просто издевательство Путина над Пашиняном. И Пашиняна-то съел, потому что он прекрасно понимает, что войска АДКБ могут оказаться, между прочим, и в Армении, если что так. Впрочем, что им там оказывается, там российская база в Гюмри стоит. А другое дело, что армяне, конечно, не хотят жить не при демократии, при диктатуре. Но все понимаем прекрасно, что Россия может создать проблемы, в принципе, и в Армении так, что, да, там не нужно даже будет своего человека ставить во главе правительства, да, там будет стоять Пашиняна, но будут, не знаю, теракты какие-нибудь, например. Причем это все детали. Почему я Украину привожу, например? Потому что это демократическое государство, которое хочет Евроатлантику, и которое борется с путинскими войсками за евроатлантическую, демократическую идею и не договаривается с Путиным, в отличие от Алии, да, по поводу того, чтобы провести ту или иную войну. Никто с Путиным не договаривается в Украине. Наоборот, почему для Путина Украина является самым злостным врагом? Потому что Украина полностью до конца и принципиально, при всех там каких-то сложностях и шероховатостях, борются по-настоящему с диктатурой, представляют реальную угрозу для этой диктатуры. И, в общем, дискредитируют на самом деле Путина как вот того самого мачо, образ которого он и пытается выстроить. А что касается возможности того, что в России, однажды, произойдут события, похожие на казахские, я должен заметить, что на самом деле это вообще универсальный конец для любой диктатуры. А точнее не конец, а вот эта бесконечная драма вечного вот этого витка, а точнее закольцованности вот этой вечной, когда власть в диктатуре сменяется не через выборы, а через вот такие вот восстания-перевороты, потому что другого нет ничего. 30 лет сидит диктатор, потом просто происходит восстание, потому что у людей кончается терпение. Соответственно, какой-нибудь, ну не знаю, конкурирующий клан с нынешним диктатором. Он просто подсиживает диктатора, пользуясь вот этим восстанием, занимает его место, и дальше все идет в абсолютно по аналогичному сценарию. Дальше, условно говоря, Такаев, да, через 20 лет, например, получает новое восстание, и какой-нибудь, условно говоря, там, Манаев, смещает его пользуясь этими восстаниями. И так будет до тех пор, пока в Казахстане, вообще в любой другой стране, где действует такая диктатура, не происходит скачок к настоящим демократическим процедурам. То же самое ждет и Россию, потому что, я еще раз говорю, есть только два типа смены власти. Это через, значит, вот конкурентную борьбу между кланами, да, под ковром, или через нормальные прозрачные электоральные процедуры. Вот Россию, по определению, как и любое диктаторское царство, ждет рано или поздно то, что происходит сейчас в Казахстане. И Беларусь это ждет, если там, соответственно, ничего не изменится. Ну, Беларусь, конечно, немножко мне кажется по-другому, потому что... Вообще, я считаю, что когда рухнет путинский режим, у многих государств, которые в настоящее время подпитываются помощью со стороны Путина, а точнее у диктаторов, которые получают поддержку от путинского режима, да, это Венесуэла, сирийский режим, белорусский режим, значит, вот, возможно, сейчас казахский будет. Все вот эти вот страны по периметру России, которые входят в СНГ, я, естественно, не беру Грузию и Украину, вот все эти страны получат настоящий шанс на демократизацию. Я думаю, кстати, мы увидим самый настоящий, как называется, домино-эффект демократических революций, настоящих демократических революций, которые будут сбрасывать своих надоевших 40-летних диктаторов, ну, в смысле, которые правят там по 40 лет. И, собственно, так было в Советском Союзе, только немножко по-другому. Когда СССР распался, да, начался парад суверенитетов. Но это, к сожалению, во многом не демократические суверенитеты были, к сожалению. То есть, получая независимость, все эти страны, вот как Казахстан, да, они просто-напросто трансформировались тут же в такие же диктатуры, как СССР, но только в маленькие по размеру, значит. В Казахстане сел Назарбаев, в Беларуси очень быстро класть пришел Лукашенко и, опять же, остался там. Узбекистан, Таджикистан, многие страны, да, это династии, династии, которые вот прямо с самого начала независимости этих стран правят. Ну, или в любом случае это все так или иначе автократии, вне зависимости от фамилии и имени соответствующих руководителей. Но, что очень важно, это все равно необходимый с диалектической точки зрения этап, который нужно преодолеть. Распадается СССР, появляется независимое государство. Пока авторитарно, да. Но вот следующий диалектический этап таких авторитарных стран, это переход уже к более-менее демократической форме правления после того, как с Россией произойдет то, что произошло с Советским Союзом. Да, это уже будет парад демократии или попыток демократии. Конечно, это поначалу будет выглядеть как борьба всех против всех. Конечно, не сразу в этих всех странах образуются демократические правительства. Мы это прекрасно понимаем, что это все равно долгий путь. Но шанс и начало пути к демократии у всех этих стран появится только после того, как сгниет путинский режим. Он, безусловно, сгниет. У него просто элементарно неэффективная экономическая модель. И сейчас все зависит просто исключительно от биологических часов Владимира Путина. Вот и все. Это просто нужно дождаться. На этой оптимистичной ноте, друзья, нашим гостем сегодня был Александр Кушнарь, главный редактор канала Ньюс Эйдер. Подписывайтесь на канал Ньюс Эйдер, поддерживайте канал Ньюс Эйдер. Да и Рашкин репорт на Патреоне. И что можно еще добавить? Жмите лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Саша, большое спасибо тебе. Друзья, до новых встреч. Спасибо, друзья. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»